МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа Город С. Ей Елена Чернявская. В этом году Самара празднует 436 лет. Сегодня в программе мой гость расскажет о самых интересных событиях, происходивших в нашем городе за последний век. Как строился и развивался город, какие решения принимали здешние руководители и чем руководствовались, какие последствия имели те или иные события и как выглядела Самара на фоне других городов по Волжье в разные времена. Развилки самарской истории в 20 веке. Это тема нашей сегодняшней программы. Я представляю гостей в студии Евгений Михайлович Малинкин, начальник отдела использования архивных документов Самарского областного государственного архива социально-политической истории, кандидат исторических наук. Здравствуйте! Добрый день! Ну что же, тема у нас обозначена. Давайте перейдем к ней. И давайте, наверное, первый вопрос, первый, наверное, подтема такая будет. Это все-таки период революционных потрясений. Власть Камуча в Самаре и гражданская война на территории Самарской губернии. Вот какими интересными, и вы знаете, может быть, даже доселе неизвестными фактами вы можете поделиться. Ну, тема и трагическая, и великая одновременно. Потому что это был перелом в развитии вообще всей страны, и в Самаре в том числе. После того, как прошла Первая мировая война, со всеми ее изменениями, после того, как пала Российская империя, Самара становится в прямом смысле ареной разных политических сил. Не сразу в 1918 году, не сразу после Октябрьской революции, а в 1918 году, когда сначала к власти приходят большевики. Но уже в 1918 году силы Белой армии, это члены комитетов учредительного собрания, разогнанного знаменитого, вместе с так называемыми бойцами чешского корпуса, которые волею судеб оказались в России. Это были военнопленные, которые после того, как закончилась Первая мировая война, должны были, после заключения Брестского мира, должны были перейти каким-то путем, вернуться в свою родину. И так получилось, что они пошли через всю страну, растянуты были в эшелонах от Пензы до Иркутска, и путем и ошибок властей и других событий, они были ввязаны в междоусобную борьбу на территории нашей страны и стали основой боевых сил так называемого комитета учредительного собрания Комоча, который захватывает весной 1918 года власть в Самаре и вообще во всей Самарской губернии. Власть Комочи продлилась совсем недолго, при том, что можно сказать, что Самара была тогда одной из двух столиц. Вот мы знаем запасная столица в годы Великой Отечественной войны. В какой-то мере это тоже была столица одной из противоборствующих политических сил в тот бурный период, период гражданской войны. Но это продлилось недолго, потому что у Комоча не было поддержки среди широких слоев населения, которое уже было взбудоражено революционными событиями, требовало серьезных изменений. И политика Комоча, как вот историки считают, особенно экономическая, социальная, не соответствовала их чаяниям. И в том числе даже это касалось и ближайших союзников комитета учредительного собрания промышленных и торговых кругов. И в итоге слабость и военная слабость, и политическая привела к тому, что уже в октябре 1918 года красные силы снова приходят в губернию и освобождают сначала Сызринь, потом Самару. Нужно отметить, что в Самарской губернии и шли настоящие бои в период гражданской войны. Но самое, вот если брать наш город конкретно, самое близкое существенное сражение, это был бой под Лепегами. Это когда подходившие со стороны Сызринь чехословацкие силы разбили наспех созданное ополчение красногвардейское и вскоре после небольших, недолгосрочных боев взяли и Самару. Освобождали уже Самару, Красная армия, уже почти без таких серьезных боев. И затем уже все, в основном все бои гражданской войны откатились уже дальше на восток. Но беды нашей губернии на этом, конечно, не кончились. После вот всего того ожесточения, после зверств с обоих сторон, жертв и мирного населения, в том числе, вскоре в 2021 году приходит еще более страшное бедствие, голод. Да, это голод. Мы поговорим, но вы знаете, я хотела спросить вас, а вот эти вот события, о которых вы сейчас рассказывали, они как-то повлияли на дальнейшее развитие, в том числе экономическое, Самарской губернии. И вот люди, как жили люди в это время? Людские потери были серьезные? Мы точно не можем сказать. Вообще по потерям в гражданскую войну очень сложно судить. Если более-менее известны потери по всей стране с двух противоборствующих лагерей, красных и белых, то сколько погибло мирного населения, до сих пор точной известий нет. Потому что огромная Самарская губерния, которая занимала большую часть территории, больше территории, чем нынешняя Самарская, при том, что, например, Сызрень была тогда частью Симбирской губернии. Ну, то есть перепись-то населения все равно велась? Велась. Но до этого последняя царская перепись была 1897 еще год. Все население Самарской губернии составляло где-то несколько миллионов человек. И опять же, сколько погибло именно мирного населения в гражданскую войну от, так сказать, боевых действий, от, понятное дело, зверств с обеих сторон, которые были в военное время, и особенно гражданская война, этот конфликт самый страшный, который может быть. Плюс и город пострадал в какой-то мере, потому что плюс и в Самаре происходили события и в период Комыча, и в период боевых действий, достаточно страшные. Например, в период Комыча жители города просто расправлялись, например, с отдельными представителями большевистских властей, которых вот обвиняли в каких-то вот... либо в преступлениях, либо просто попадались вот под расправу толпе, например, вот улица Венцка, у нас есть Франциск Венцик, председатель рефтубинала, он был просто разорван. И там, опять же, личность противоречивая, но вот это вот такой яркий признак гражданской войны, которая не минула и Самарская губерния, вообще Самара... И человеческой жестокости, кстати, да. Тут отдельный символ, например, памятник Александру Второму, который стоял на площади, и тогда, который то закрывали, то раскрывали, потом его убрали. И, кстати, вот интересная судьба этого памятника. Я сам искал документы, что же с ним стало. Очень много мифов и легенд по этому поводу было, вплоть до того, что его затопили на Волге, где-то в районе нынешней набережной. Ну, как удалось доказать, скорее всего, его просто переплавили. И где-то в 20-е годы, и уже потом, спустя 10 лет после революции, на этом месте был установлен памятник Ленину, известный. Ну, вот попутно, да, переходим еще и к другим интересным фактам о Самаре, но вернемся к теме, вы сказали, голод 1921-22 года. Вот, ну, кстати говоря, ведь голод в Поволжье был вызван несколькими факторами. Целым комплексом факторов, да. Вообще, голод для самарской губернии не был редким явлением. Периодически в отдельных уездах бывали голодные годы, и в 19 веке, особенно в пореформенный период, но никогда он не распространялся в таком масштабе на всю огромную губернию. Здесь сказалось все. И последствия войны Первой мировой с различными форс-мажорными действиями правительства по изъятию продовольствия уже в течение Первой мировой войны, когда это началось. Та же, по сути, продоразверстка. Это и последствия гражданской войны, вся разруха, когда просто погибали крестьянское население, которое занимало... И просто обрабатывать землю было, да, элементарно некому. Да, земли огромные губернские, они просто приходили в запустение. Плюс целый комплекс погодных условий. Засуха. Страшные. Ну и, естественно, изъятие уже после революционного времени изъятия продовольствия. Причем та же продоразверстка. Это очень противоречивый и спорный период. Кто-то говорит, что это одна из главных причин голода. Другие историки говорят, что это был только уже ответ властей на начавшийся голод. Тем не менее, мы знаем, что уже весной 21-го года, после не особо урожайного 20-го, уже тогда из-за сушливой весны начинается голод. Не было ни семенного фонда, ни достаточного запасов у крестьян, которые тем более претерпели вот все за предыдущие годы. И вообще в общей сложности, если брать отдельные районы губернии, то голод и в 23-м был, и в 24-м, если вот брать там северо-восточные районы нынешней Самарской области, это тогда был бы Гурусланский уезд. Но, конечно, пик это был 21-22 годы. По разным подсчетам, опять же, несколько миллионов человек умерло от голода. Да, население очень здорово сократилось в тот период Самарской губернии. Это, кстати, исторически подтвержденный факт. Да, вот как раз... Мы вышли все-таки, да, из-за этого периода, потихонечку-потихонечку все-таки остановилось. Вышли вместе с действиями непосредственно властей из центра, которые организовали различные организации, например, Губернский комитет помощи голодающих, который Антонов-Овсеенко возглавлял. Плюс это обращение к мировому сообществу и беспрецедентная, огромнейшая помощь. Вообще, Самаре не раз оказывали помощь из-за рубежа в предыдущие годы. В 80-е, например, годы были... Сейчас здесь про Нансен и про помощь Красного Креста. Нансен, Красный Крест, организация АРА американская, Нансенский. Вообще, Нансен, конечно, было это ядро помощи, это великий человек, и очень хорошо, что... Расскажите о нем подробнее. Ему был поставлен памятник в Самаре вот 10 лет назад. Знаменитый путешественник, знаменитый исследователь арктических территорий, вообще великий гуманист, я считаю, один из величайших людей 20 века. Когда начались все революционные события, вообще первое, что он сделал, это создал так называемый Нансенский паспорт. Это документ, по которому эмигранты могли выезжать на другие территории и как-то регистрироваться на них. Когда начинается вот эта вся ситуация с голодом, Нансен очень быстро оценил масштабы катастрофы и стал выступать и в Европе, и в Америке, в парламентах с призывом помочь, описывая, какие масштабные... Он здесь был, он был у нас, в том числе, в Самарской губернии. Вместе он создает организацию, так называемый Нансенский комитет по помощи голодающим, и начинает сначала организовывать национальные подразделения Красного Креста, потом договаривается с правительственными разных стран, и сюда начинает идти продовольствие, медикаменты и необходимые товары. Можно прям маленькую ремарку спрошу у вас. А вот такая ситуация была только в Самарской губернии или в близлежащие регионы также пострадали? Все-таки, наверное, все по Волжье было охвачено, или вот прям вот у нас был центр? Ядро. Вот мы вообще издали сборник в нашем архиве еще 10 лет назад по первому голоду. Что ядро было? Это Самарская губерния, которая включала в себя нынешнюю Самарскую область, часть нынешней Саратовской области и значительную часть Оренбургской области. Это Бугурусланские и Бузулукские уезды. Вот это было ядро. Так голод... Ну, Среднее Поволжье получается. Среднее Поволжье. Так вообще голод был распространен от Южной Украины до Западной Сибири. Вообще огромная территория. Но вот у нас это были, наверное, самые страшные последствия и самые страшные масштабы. Вот как я вам сказал, какие были жертвы. И, конечно, документы, если исследовать, это ужас и кошмар в прямом смысле этого слова. И хорошо, что объединить удалось усилия. Но ужас и кошмар этот в потере... Вплоть до людоедства, вплоть до людоедства, до каннибализма. Документы свидетельствуют о том, что гибли целые деревни, вымирали целые волости. Пустели, в прямом смысле пустели. И порой некому было помогать. И вымирали и представители власти, обычные селяне, у которых не было никакого продовольствия. Тут можно вспомнить, например, знаменитое произведение писателя Неверова «Ташкент. Город хлебный». Это был один из примеров того, как люди пытались бороться с голодом, уезжая, опять же, кто на запад в хлебные регионы, кто на юг, пытаясь достать хлеб, привезти его сюда и спасти хоть кого-то из своих близких. Ну, вот такая ситуация была. Это где-то с лета 21-го до конца весны 22-го года. Вот этот самый пик голода, который, конечно, унес очень много жизней. И вообще вся хозяйственная система Самарской губернии была очень сильно подорвана. И, по сути дела, в последующие годы, это вот до начала индустриализации, уже в конце 20-х годов, это было восстановление вообще численности населения, восстановление всего сельского хозяйства, промышленности после последствий войны и голода. Да, вы сказали о архивных документах, а я где-то читала, вот подтвердите мою мысль или нет, что был даже создан музей голода. Был? Да, но просуществовал он недолго. Да, судя по всему, он просуществовал действительно совсем недолго. И затем материалы этого музея, который располагался, как было описано, на улице Советской, это нынешняя улица Куйбышева. Он, судя по всему, попал в фонды музея, нынешнего краеведческого музея. И, насколько мне известно, там до сих пор можно найти, например, вещи, которые выменивали люди за хлеб, например. Так вот музей в том числе получил многие очень интересные этнографические экспонаты. Может быть, у них когда-нибудь даже выставка такая будет, как вот после их масштабного переезда и ремонта. Но значительная часть судьбы экспонатов мы точно не знаем, потому что музей существовал очень недолго, а потом тема эта достаточно идеологизированной стала. Хотя, конечно, не сравнить со вторым голодом. Вот мы тоже делали сборник, в конце прошлого года выпустили голод 30-х годов. Это уже другой период. Там, конечно, была ситуация и причины, и общие отношения к власти несколько другие. Но вообще, если вот переходить к следующему, наверное, периоду... Да, давайте обязательно пойдем дальше. Время нашей программы идет тоже неумолимо вперед. Конец 20-го, середина 30-х годов. Здесь и тема Средневоложского края, и Самара, центр индустриализации. Все-таки расскажите о создании промышленного комплекса. Пожалуйста. Ну вот, как я уже сказал, в 20-е годы губерния, вообще Самара, восстанавливала то, что еще было разрушено и остановилось после революционных событий. Ну и вот с конца 20-х годов, когда был создан огромный Средневоложский край, это был процесс укропнения регионов, как считали, для более эффективного руководства. И вот Самара становится центром гигантского региона, который протянулся от Мордовии до Оренбуржья. И в том числе и в самой Самаре, и в регионах, входивших в Средневоложский край, начинается масштабное, достаточно промышленное производство. У нас восстанавливается это завод Масленникова, восстанавливается производство на пивоваренном заводе, бывший фон Вакана. Из маленькой мастерской по починке киноаппаратуры возникает завод Кинап, строится карбюраторный завод, один из таких вот флагманов индустриализации, и станкостроительный завод. И вот эти производства становятся самым крупным, не говоря уже о том, что Самара контролировала, например, и в Оренбуржье строительство многих промышленных предприятий в других регионах. Потом постепенно в 30-е годы начинается разукрупнение, от Самары отпадают сначала Мордовия, потом Оренбургские, область Торгопензенская, и вот к началу Великой Отечественной войны остается только Ульяновская область. При том, что сам город Самара, ну, ядро его, по большому счету, осталось тоже дореволюционное. Город протянулся, вот если взять такую более-менее серьезную застройку, ну, примерно до врага подпольщиков, а дальше это Кулачки, это декарбюраторного завода, где-то далеко уже начинается застройка Безымянки, уже не просто станции, а нормального железнодорожного узла. Ну, вот начинали строить дома, в основном-то Самара была деревянная, или все-таки уже она становилась каменной, да? Это уже, конечно, строительство шло жилых домов, строительство все новых и новых зданий, которые в том числе мы знаем как символы Самары, например, здание Самары, Златоустского железной дороги, которую мы знаем сейчас как это главное здание Куйбышевской, в котором построил младший Щербачев, знаменитый наш архитектор, и другие. И, в принципе, население Самары к началу Великой Отечественной войны составляло примерно 300 тысяч человек. Это город уже, конечно, был не та Самара маленькая, дореволюционная, уже крупный и достаточный центр, но еще город достаточно такой провинциальный и не слишком заметный на карте страны тогда еще. Вот до начала Великой Отечественной войны. Ну и переходим к Великой Отечественной войне, как известно, да, запасная столица СССР, и все-таки вот от авиационного института до авиационного завода, вот давайте построим эту параллель, как развивалась Самара в это время. Ну, вообще, авиационная промышленность должна была, даже несмотря на начавшуюся войну, развиваться в Самаре, потому что изначальный план был в Самаре построить в 30-е годы производство автомобильное, тяжелых грузовых автомобилей, потом на Безымянке закладываются как раз-таки авиационные заводы, и когда сюда после начала Великой Отечественной войны начинают эвакуироваться заводы, в том числе будущие наши флагманы, это завод имени Сталина из Москвы, моторный завод, завод Фрунзе, и авиационный завод из Воронежа имени Ворошилова, они, конечно, уже эвакуируются на достаточно существенную базу. Строится ТЭЦ, подготавливаются площадки для заводов. Конечно, в начале тяжелее всего было в первую очередь людям, которые жили здесь на необустроенной достаточно территории, и этот район, который должен был развиваться достаточно постепенно, Безымянка, он вызывается как взрывом, потому что огромный приток населения, сравнимый практически с тем, что уже было в Самаре до этого, и город начинается формироваться как... Медленно, но верно, до этой территории тоже строится жилье. И жилье, в том числе, да. Как раз в первую очередь для рабочих. И формируется все, чтобы можно было производить здесь вот авиационный комплекс. Создается авиационный техникум, авиационный институт, который должны были готовить кадры. Строится действительно жилье для рабочих, вот эти знаменитые городки, Юнгородок и другая инфраструктура Безымянки. Заводы сначала вот производят боевую технику во время Великой Отечественной войны, а потом начинается их расширение и развитие уже после, в том числе, которое мы знаем, выросло до ракетного производства. Хочется вот, если брать что-то неизвестное, какой-то факт, малоизученный. Вот какие были действительно развилки в истории нашего города. Сразу после войны, летом 1945 года, областные власти вообще задумались, как развивать Самару, при том, что мы имеем старый город, старый центр, где вот какие-то уже появляются предприятия, но он еще не вышел далеко за пределы города. появляется район за Самаркой, нынешний Куйбышевский район, который до этого практически там ничего, кроме аэродрома, кряш и станции не было, а там теперь крупное нефтекимическое производство. И безымянка, огромнейшая территория, что делать с этим? Был создан проект, который был отправлен в Москву, а что если разделить город на два? Самара, то есть это нынешний центр, Куйбышевский район, где-то вот наверное Октябрьский нынешний, и безымянка, нынешняя Красная Глинка, и назвать эту территорию городом, между прочим, Жигулевск. Создать отдельный промышленный город, который будет развиваться по своим законам, но власти... Но по территории это город в городе получается, потому что ведь разделена-то она не была, все равно какие-то предприятия, дома, улицы, все равно же соединялась. Вы знаете, еще связи такой не было, вообще вся Великой Отечественной, период Великой Отечественной войны, это попытка соединить два города, старый и новый, Безымянку, и собственно говоря, основной Куйбышев, и для этого строится, и троллейбус появляется в Самаре, появляется электрическое, железнодорожное движение, первые электрички пошли как раз до станции Мирной, а потом до Безымянки в 44-м году, туда идет ветка, ветки трамваев. Трамвай это в годы военные все-таки, трамвай появился раньше, но ветка туда протянулась как раз в сторону Безымянки именно в это время, то есть все силы значительно с теми были брошены, чтобы соединить, чтобы люди могли, транспортная доступность была между старым городом и новым. То есть власти отказали? Власти отказали, решено было строить единый мощный промышленный центр, который вот, как мы сейчас знаем, располагается от Куйбышевского района до Красной Глинки, был создан сначала Кировский район, еще в годы войны, потом он был разукрупнен, выделен, а с помощью выделения управленческого поселка Красной Глинки мехзавода создается Красноглинский район, и вот получаются те самые контуры Самары, которые мы знаем и теперь, и город стал развиваться как единое целое, и по большому счету поствоенный период, это вот шло постепенное соединение вот этих двух частей города, и его развитие, всей инфраструктуры городской, вот той же безымянки в связи с созданием там новых и новых промышленных предприятий, и в какой-то мере, знаете, это спасло старый город, потому что, возможно, если было бы такое разделение, где вот в старом городе бы строить какое-то новое промышленное производство, возможно, старый город бы и не выжил, а так вся была промышленность сконцентрирована, и все новое производство, допустим, тот же завод «Металлург», который был построен в 50-е годы, было сконцентрировано в районе безымянки и окружающих территориях, а старый город, он стал, как и есть сейчас, административным центром, его решили благоустроить, и появляется в том числе, например, вот как раз-таки самая красивая в Поволжье набережная, которую проектировали еще в конце 40-х годов, а построили уже в 50-е и 60-е годы. Михайлович, ну вы согласитесь со мной наверняка, что вот как раз эвакуация таких мощных заводов в наш город, Кубишев, конечно, дала толчок в первую очередь развитию промышленности и экономики в нашем городе, и вот мы как-то мельком сказали о том, что появилось в Кубишево в годы войны, это троллейбус, электричка, футбольный клуб, крылья советов, новые районы города, вот давайте все-таки мы об этих событиях тоже поговорим. Ну вот, например, про транспортные, вот я уже упомянул, например, если брать крылья советов, интересная история вообще. С чего началось? Вообще, клуб крылья советов ведет свою историю с мая 1942 года. Первая попытка создать команду была еще чуть раньше, в апреле 1942 года, когда на имя заместителя, председателя комата авиационной промышленности поступило письмо из профсоюза авиаработников, чтобы вернуть в Москву эвакуированных рабочих авиапредприятий, которые занимались спортом, прежде всего футболом, чтобы были в Москве у профсоюза конкурентоспособная команда общества крылья советов. Но было решено, что нецелесообразно нужно этих игроков оставить здесь и здесь строить новую спортивную команду. Но, судя по всему, это так и осталось на словах, потому что уже непосредственно крылья советов строились здесь собственными силами. Когда путем собирания молодежи, занимавшейся спортом, в том числе до войны, тех, опять же, кто еще не уехал обратно в Москву и в другие города из эвакуированных рабочих, создается сначала просто команда работников авиапредприятий. Она поначалу называлась, как было принято в то время, по фамилии капитана. Например, первый матч они сыграли как команда капитана Карелина. Дело в том, что, естественно, сосредоточение здесь авиапредприятий было строго секретно и даже название добровольного спортивного общества авиапромышленников не должно было звучать, чтобы никак не рассказывать, что здесь есть такие предприятия. И до конца войны крылья советов играли вот под названиями своих капитанов. Команда сначала играла в городских соревнованиях, потом начинаются игры с приезжими командами. Такой интересный факт, первый, например, междугородний матч у них был с уфимцами, как и, между прочим, до революции у первых самарских футболистов первый международный междугородний матч тоже был с уфой. И вот уже после войны, когда уже команда получает свое название Коррель Советов, она дебютирует сначала в Кубке Советского Союза, а потом и в чемпионате СССР. Ну вот христианская дата это 3 мая 42-го года, когда команда авиаработников встретилась с добровольным спортивным обществом «Локомотив» в рамках праздника первомайского спортивного на стадионе «Локомотив». И с этого ведется история команды непосредственно. Ну что же, подходит к концу наш с вами разговор, осталось вот прям буквально пару минут. Я хочу вам предоставить заключительное слово и спросить вас вот о чем. Что для вас День города и почему и за что вы любите Самару? День города для меня это вся совокупность той богатейшей истории культуры, которая была накоплена в нашем городе за более чем 400-летнюю историю. И для меня больше всего важно это сохранение этой памяти, чем я занимаюсь профессионально и добровольно. И сохранение того вида Самары, который мы любим, для меня является, наверное, главным здесь. Ну и то, что это приносит горожанам радость, это, мне кажется, свидетельство о том, что вот эту память историческую, визуальную, документальную надо сохранять и доносить как можно чаще до жителей города. Спасибо вам большое. Вы сегодня пришли к нам в студию и поделились очень интересными фактами истории Самары. Я благодарю вас и я надеюсь, наши уважаемые телезрители сегодня узнали очень много нового и интересного, а это, согласитесь, уже немало. С наступающим днем города всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова